Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Возможно, вы уже видели сайт по адресу eaglesocialgoldcoin.com.brazilia. Наверху сайта написано сокращение. Вот она, eaglesocialgoldsocialcoin. Предстарт. Дата обозначена как 23 октября, то есть позавчера. И официальный запуск 3 ноября. И здесь сделан счетчик обратного отсчета, который показывает, сколько времени осталось. Осталось 8 дней, 22 часа, 23 минуты, ну и так далее. И сейчас посмотрим короткий видеоролик, который здесь поставлен в качестве заставки. В чем состоит идея данной монеты? Как рассказывал Мигель Гомес на последнем вебинаре компании, достаточно большое количество людей старой закалки продолжает придерживаться традиционных ценностей. И, как правило, для этой категории людей ценностью является то, что можно потрогать. Что-то осязаемое. Ну, например, недвижимость, золото, ювелирные украшения. Если говорить про деньги, это кэш. Ну, в крайнем случае, счет, счет в банке. Да, потому что это, как говорится, в любой момент можно пойти и деньги из банка снять. С другой стороны, мир не стоит на месте и достаточно большое количество людей интересуются также цифровой сферой, в частности, криптовалютами. У криптовалют есть свои преимущества по сравнению с этими, скажем так, старинными активами. Так вот, идея этой золотой монеты состоит в том, чтобы объединить оба этих направления. То есть, монета, где каждая монета подкреплена одним граммом золота. То есть, для людей старой закалки, например, криптовалюта, это что-то такое призрачное, эфемерное, непонятно что. Циферки на компьютере и все. А когда человеку, если сказать, что вот смотри, эта монета подкреплена одним граммом золота, то для них это уже, ну, немного другое представление. То есть, вот идея как раз объединить плюсы мира криптовалют, но при этом еще обеспечить каким-то реальным активом, а самый, наверное, устойчивый актив за всю мировую историю, это золото, потому что золотом человечество пользуется в качестве расчетной единицы на протяжении тысячелетий. Конечно, может возникнуть вопрос, а где компания возьмет столько золота, чтобы подкреплять свою монету. Как сказал Мигель Гомес, компания принадлежит в Бразилии золотое месторождение, рудник, можно сказать, золотая жива. И геологическая разведка показала, что потенциал данного месторождения примерно 400 тонн. То есть, если, как говорится, полностью разработать данное месторождение, в итоге можно получить 400 тонн золота. На данный момент, понятное дело, что процесс еще только начинается. И, как сказал Мигель Гомес, будет происходить следующим образом. То есть, в процессе добычи золота золото будет помещаться в специальное хранилище в банке. И каждый грамм этого золота и будет подкреплять указанные, выпущенные золотые монеты. Причем, даже был продемонстрирован вот такой сертификат. Я так понял, что каждому владельцу именно криптомонет, подкрепленных золотом, будет выдаваться вот такой именной сертификат. На последнем вебинаре Мигель Гомес озвучил, что руководство компании прекрасно понимает, в какой сложной ситуации оказались тысячи инвесторов компании из-за всех этих проблем. Из-за переделок сайта и так далее, и так далее. И мы понимаем, что никакой вины инвесторов в этом абсолютно нет. Инвесторы поверили компании, вложили свои деньги. И не вина инвесторов в том, что один из ведущих программистов оказался мошенником и начал там что-то мухлевать или что-то делать. Это прямая вина руководства компании, что они принимают таких людей на работу. Инвесторы, естественно, не виноваты в том, что так получилось. И руководство компании готово компенсировать месяцы ожидания следующим образом. Итак, каждая монета подкрепляется одним граммом золота. Рыночная цена грамма золота на сегодняшний день 39,5 долларов. И когда данная монета будет уже выпущена на рынок, я так понимаю, это должно произойти 3 ноября, эта монета будет продаваться по рыночной цене. Но в качестве компенсации компания хочет предоставить возможность тем партнерам, которые присоединились на ранней стадии, еще до всех этих событий, предоставить возможность приобрести эту монету с 80% скидкой. Конечно, в чатах и где-то я встречал возгласы возмущения, типа, опять с нас денег хотят. Насколько я понял, никаких новых денег компания с нас не требует. То есть, я так понимаю, выглядеть это будет следующим образом. То есть, компания восстановит наши балансы. Балансы будут восстановлены на дату 3 августа. То есть, на дату, когда система была передана от старой команды программистов новой команде программистов. То есть, балансы будут восстановлены на эту дату. И нам будет предоставлен выбор, что мы хотим с этими балансами делать. Насколько я помню, с вебинара Мигель Гомес сказал, что будет, на самом деле, три варианта. Первый вариант – это просто выводить свои средства на биткоин-кошелек, как это было уже раньше. Я думаю, что все будут только рады такой возможности. Второй вариант – те деньги, которые у нас будут на балансе, часть денег можно потратить на покупку вот этих золотых монет с 80% скидкой. То есть, вот эта 80% скидка – это и будет, по сути, компенсация со стороны компании за эти месяцы ожидания. И, наконец, я так понял, будет еще третий вариант. Если кто-то из инвесторов уже окончательно разочаровался в компании и уже вообще ничего больше не хочет, хочет забыть обо всем этом, как о страшном сне, то будет третья возможность просто вернуть те деньги, которые он вложил в компанию. Но, повторю, опять же, для того, чтобы эта возможность появилась, необходимо, чтобы компания восстановила наши балансы. Если у вас сейчас на балансе 0, то, естественно, ничего возвращать вы не можете, потому что у вас 0. Правильно? То есть, для начала компания должна восстановить кабинеты в работоспособное состояние, восстановить баланс и после этого уже предоставить вот эти вот три возможности. еще раз повторю, либо выводить средства на биткоин, как и раньше, на биткоин-кошелек. Второй вариант. По льготной цене с 80% скидкой приобрести вот эту криптовалюту, подкрепленную золотом. И, кстати сказать, получается, что эта возможность неплохо заработать, то есть увеличить, можно сказать, свои средства за короткий период в пять раз. То есть, вы, получается, приобретаете монету с 80% скидкой, будем так говорить, за 20% ее стоимости, да, а монета уже будет выведена на различные биржи по полной стоимости, где вы можете эту монету продавать. То есть, представьте, если бы у вас сейчас была возможность купить какую-то криптовалюту, ну, допустим, биткоин там или эфир с 80% скидкой. То есть, вы можете где-то купить за 20% стоимости, а потом перепродать в пять раз дороже. Ну, неплохо. На мой взгляд, неплохо. Другое дело, что, как говорится, нужно посмотреть, как это все будет реализовано. Конечно, кто-то может сказать, с какой стати я должен во все это верить, потому что все последние месяцы они успешно компонсируют нам мозги. Рассказывают, что вот-вот сайт уже заработает, вот прямо ближайшие часы, а по факту до сих пор и сайт нормально не работает, и вывода никакого нет. Ну, здесь сложно возразить, действительно, так и есть. Но, до заявленного выпуска новой монеты на биржу осталось чуть больше недели, 8 дней. До выхода на биржу компания, по их же собственным словам, должна предоставить инвесторам возможность приобрести эту монету за 20% от ее стоимости. То есть, получается, как раз в оставшиеся дни, до момента запуска, компания уже должна все работы в новых кабинетах завершить. Успеет ли компания это сделать? Доделают ли наши кабинеты? Ну, думаю, узнаем уже в ближайшие дни. Для того, чтобы правильно расставить структуру в бинаре, Ирина Балакова попросила представить следующую информацию в текстовом виде. Указываем логин, пишем свой логин компании. Дальше. Мэр спонсор, указываем логин спонсора. Эскверда, личники в левой ноге, Дюрейта, личники в правой ноге. Не забывайте только свои личники. Ну, допустим, если свой логин и логин спонсора я еще знаю, а вот с логинами приглашенных на самом деле проблема. Ну, по крайней мере, у меня, потому что по моей ссылке зарегистрировано достаточно много людей. И, к сожалению, в нынешнем кабинете, где в своей структуре, я логинов людей не вижу. Поэтому, при всем желании, большинство из этих логинов я указать не могу. Я лично указал электронную почту, потому что, как мы знаем, сейчас именно с электронной почтой мы заходим в наши кабинеты. То есть, кабинет каждого партнера, он привязан к электронной почте. И служба поддержки или те, кто там проверяет структуру, по электронной почте могут найти точно, кому этот аккаунт принадлежит. Потому что, если, например, ну, давайте, предположим, мы напишем логин так на вскидку по памяти, но при этом ошибемся, запросто может оказаться, что мы напишем логин другого человека. Да, там, цифру какую-нибудь забудем или букву. Бывает же такое. И после того, как вы эту информацию соберете, нужно ее послать на вот этот email workbox51.gmail.com. То есть, идея в том, чтобы именно в списке указать, вот, ваш логин такой-то, кто у вас стоит слева и кто у вас стоит справа. Esquerd'a это слева, Dureyta это справа. Напишите в виде текста и пошлите на указанный здесь email. При этом, речь идет только о личниках. То есть, здесь не нужно писать людей из параллельных структур. Вот такая информация на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.